Создание единой кадровой службы в органах исполнительной власти округа, профессиональная подготовка, повышение квалификации гражданских служащих и формирование кадрового резерва на конкурсной основе, а также его эффективное использование – таковы приоритетные направления кадровой работы в органах исполнительной власти региона. Об этом депутатам окружного парламента рассказал руководитель аппарата администрации НАО Сергей Ружников. Он отчитался перед законодателями по основным направлениям деятельности. В ходе обсуждения предоставленного доклада председатель собрания Антолий Мяндин высказал мнение, что нужно направить усилия на подготовку местных кадров, работать с выпускниками школ и учебными заведениями по линии госслужбы. Еще один вопрос касался организации рабочих мест удаленного доступа МФЦ для реализации принципа «одного окна». Сейчас в общей сложности работает 20 окон в различных муниципалитетах, включая город и поселок искателей. До конца 2015 года в округе будут открытые удаленные рабочие места еще в 8 муниципальных образованиях. В ходе беседы затронут вопрос о совершенствовании наградной политики в округе. Она несовершенна. Как пояснил Сергей Ружников, основной проблемой в этой сфере остается низкая активность органов исполнительной власти и местного самоправления округа по выдвижению кандидатов для награждения. Реальным инструментом решения проблемы может стать организация выездной разнительной работы на предприятиях и учреждениях округа. Работа непосредственно с коллективами и кадровыми службами организаций.